Субтитры делал DimaTorzok Что за схема такая и чем же привлекают клиентов? Ну, привлекают, конечно, низкими ценами. Вот есть обычные риэлторские агентства и есть так называемые информационные бюро или службы заселения. И те, и другие сдают квартиры в аренду и берут за это комиссию. Первые 100% от стоимости квартиры за месяц и по факту, после заключения договора. А вторые гораздо меньше, в среднем 5000 рублей, но до. Вот эти информационные бюро предлагают варианты жилья по СМС, присылают контакты, но, как правило, часть номеров не отвечают, а бывает, что квартиры уже сданы, а деньги-то уже заплачены. Понятно. А в чем подвох, Елена Вячеславовна? То есть лучше не связываться с такими компаниями? Подвох здесь в том, что при заключении таких договоров такие важные параметры, как тип жилья, количество комнат, район, ценовая категория, как правило, оговариваются устно. В договоре они не отражены, клиент ждет, что его заселят в требуемое жилье, а ему приходят СМС-сообщения на обум в других концах города, которые ему не подходят. А вот у нас есть договор, в котором указано, что девушке необходимо было подобрать двухкомнатную квартиру в городе Енгельс в районе магазина «Юбилейный». Ей должны были предложить пять вариантов, но, как оказалось, это совсем невыполнимая задача. Получается, деньги свои уже не вернуть. Если параметры поиска жилья не указаны, и вам присылалось хоть несколько СМС, доказать, что услуга не оказана нельзя. Можно доказать это, если только вам не присылали вообще ни одного варианта. Или вот, например, как в нашем случае. Здесь указаны параметры, поэтому девушка смогла отсудить в свою пользу 14 тысяч, хотя за данную услугу она заплатила 4,5 тысячи агентству. В общем, не бойтесь бороться за свои права, но покупать кота в мешке все-таки не стоит. Спасибо. В студии у нас были юрист Центра защиты прав потребителей Елена Мачалина и корреспондент Ксения Беркалова. Мы говорили о том, как распознать риэлтора-мошенника.